Целую неделю все в переживаниях. Эта неделя была напряженной для всех, кому не безразличен алтайский хоккей. Родители не пропускали ни одного матча, болели, переживали и поддерживали своих ребят. Хоккейные команды из Киев и двух возрастов 9 и 10 лет отправились в Китай на международный турнир. На льду им противостояли команды из Монголии, Гонконга и несколько команд, принимающей стороны. И вот она, долгожданная встреча с родителями на родной земле. Молодцы! 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 Кто лучше всех? Я лучше всех! Кто лучше всех? Ты лучше всех! Кто чемпион? Я чемпион! По словам ребят, хоккеисты из Поднебесной их удивили. Скоростью, финтами и все, наверное. Нам попался очень сложный соперник, который самый лучший в Пекине, во всем Китае. Очень интересно было играть. За прошедшую неделю скифы сыграли порядка 10 игр, групповой этап, а дальше плей-офф. Так, скифы 2014 стали третьими из 16-ти. В бронзовом матче они просто вынесли своего соперника 6-0. А 2013 год рождения в стыковом матче за 5-е место выиграли по булитам у китайской команды Galaxy. Стоит отметить, что победу добывали не только парни, но и единственная среди хоккеистов девочка. Было интересно со старшими играть, потому что они опытнее и можно учиться на них и ошибках. Мне комфортнее, что пацаны, если надо, заступятся, побьют кого-то. Своих эмоций не скрывали и родители. Вся энергия, все передавалось ребятишкам для их победы. Мама очень соскучилась. Все соскучились. Очень любим. Сразу после встречи пресс-конференция административный штаб поделился своими впечатлениями от поездки в Китай. Китай становится хоккейной такой прям державой-державой. И через 5 лет это будет уровень, наверное, Канады точно. Было страшно, было трудно. Первый раз поехали, да, но теперь уже и дети, ну так скажем, получили какую-то практику. Мы получили какую-то практику. Тренера посмотрели, как правильно вести, как все организовывать. Менеджер наш, Андрей Волков, который все это организовывал, на нем была такая прям большая работа проделана им. По словам Владимира Попова, эта поездка показала тренерскому штабу, в каком направлении нужно поднажать, чтобы и впредь добиваться высоких результатов. Однако без трудностей этот турнир не обошелся. Языковой барьер, даже элементарно там что-то судье объяснить, то есть себя не понимают. В этом как-то накал еще, если игра от ножа идет, это тоже немножко так свою лепту вносило. Я думаю, что если мы будем посещать такие турниры международного класса, то ребята будут расти не по дням, а по часам. Там ребятки были смешанный возраст, кто-то был помладше, но, как уже мои коллеги сказали, там слабых команд особо и нет. Поэтому, несмотря на счет, это заслуга наших маленьких хоккеистов, что они так сыграли. Настроили себя, нас услышали и в полную силу отыграли от первой до последней минуты. Администрация команды планирует такие выезды организовывать традиционно. А пока у ребят пара дней отдыха. Но уже первого числа юные хоккеисты отправятся в лагерь на летние тренировочные сборы. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.